Третья мышь, второй день. Доброе утро. Я хотела вообще это... Что-то жрёт ещё при этом. Хотела... Двух мышей что ли принёс? Да, по ходу дела. Видимо принёс, я не заметила как. Потому что я думала, что его нету. Значит, четвёртая мышь. Хотела сейчас заснять дятла, потому что в окно сейчас такая вот минут 10 назад. Думала, то ли огромная бабочка, то ли чего. Оказалось, поняла, что это птичка. И последние вот где-то минут 40 кто-то долбится через раз. Выходила, смотрела, в окно смотрела, смотрю, никого. Оказалось, дятел. Года 4 назад, когда одному товарищу писала, лёжа в галмаке, что кажется, что-то такое птичка какая-то на брёвна садится. Но на самом деле ничего не... Ну, садилась не с той целью. Он сказал, что если бы дятел долбит в деревянный дом, то это не есть хорошо. То бишь в доме там деревяшка, живут всякие животные. Ну, в смысле, ручки или что-то в этом роде. Сейчас-то у нас куча мух. Я даже носовочек сегодня уже с полусмела. Откуда-то упавших. В общем, пойду я в холодный... Душик прудовой. Остатки была роскоши. Здесь была шоколадка вкусная. Здесь всё ещё есть шоколадка, хоть и не полная. Приезжала ко мне девочка с прилуг. Так вот, иногда на страничке не совсем то, что есть на самом деле написано. Очень милая девочка, кстати. И вообще, учитывая, что у нас разница... В общем, я могла бы быть её вполне себе мамой. Если бы 18 лет родила. Разницу в возрасте. Ей 16, мне 34. Блин, извиняюсь. Там, если что-то трясётся, это я тут кашляю. Рука, в которой фотик тоже трясётся. Короче говоря... В общем, разговариваю вполне себе на равных. Вот тут у меня конфеты от Лёльки. Которые я просила, но не знала, какие конфеты она пришлёт. Из той посылки. Родню угостил. Короче, нам всем очень понравились. И они вот реально как с кофе. Хоть в составе вроде и не написано кофе, или я его не нашла. Но, в общем, даже пахнут кофе, как сказала моя сестра старшая. Кусочек груши. Точнее, груша, закусанная Лёлей. Груша, привезённая роднёй от родни из Тверской области. И вот сейчас я вообще... Чё взяла фотик-то? Показать сливу. И на ней есть сливы. Немножко, но есть. И я одну даже попробовала. Но она как бы вкусная, но ещё вроде как чуть-чуть недозрелая. В общем, с девочкой очень интересно общаться было. Такие дела. Второй день. Да, и, кстати, та большая мышь на деле оказалась, как моя тётя сказала и описала, она сказала, что это землеройка, так что можно считать, что пока у меня только три мышки словлены котом. Не помню, засняла или нет. Лавочку родственники покрасили. Она была голубая. Домики новые. Какие-то, ну, может, не совсем новые. Какие-то от родни, а какие-то от родни друзей сестры. Короче, у моей сестры есть друзья, у них есть родня. Как-то так. Перчатки. Я сюда привозила какие-то перчатки. Не помню. Голубые, по-моему. Где они, правда, не в курсе. Вот этими перчатками я вчера рамки на осушку выставляла. Ими же снимала. Ими же выставляла. Но мне кажется, что там уже нету ничего. И можно уже снимать даже без перчаток. Забыла спросить, куда мои родственники дели ручку от ведра голубого. У меня еще подзадание выломать и выстригать или как-то так ветки в малине, разрядить ее, короче, чтобы на следующий год была малина. В общем, вот что тут у нас слива. Вспомнить бы, где я еще тут видела эту сливину. Вообще, по-моему, это два сливовых куста вместе взятых. Где-то ведь совсем недалеко я видела эту сливу. Вообще, мой кот, видать, берет пример с тех котов, которые к нам в дом забегают полазить. Сегодня провожала девочку, ушла, короче, мимо Бори, иду домой, мимо Галкиных, слышу, как мяу-мяу. И драпаляет кот и так по диагонали. И как потом выяснилось, мой кот, думаю, драпаляет прям ко мне. Думаю, что за кот? Ну, в смысле, в наш дом. А это оказалось мой кот. А другой кот или кошка драпаляет другой конец деревни в домик с цветами. И его гонит как раз код конкретного дома, который, в принципе, вчера ко мне пришаствовал. Но, правда, был только на территории дома. Вот где-то я ведь эту сливину водила. Еще птички начали тут летать. Я думаю, успею бы эту сливину заснять для того, как ее, возможно, птички сожрут. Так мне кажется, что они довольно не то, чтобы высоко, потому что одну-то я все-таки достала, но где-то вот так. Несколько штук, как моя тетя сказала, слив. Сегодня пчелы поспокойнее, хотя у них и рамок на осушку, ну, там на повторную осушку несколько было рамок. немножко было. Но налетели они так. Уже налетали, когда я их уже выставлять стала. Сливина, ты где? Приблизила, думаю, может, я ее увижу. Надо было хоть запомнить, где я ее тут видела. Вот такие я ее нашла. Еще где-то видела сливину. Вот тут у нас сливина. Посадил дедушка. А по шлякаем мы. Леля в основе. Вообще, мне сегодня сливы, в принципе, перепало. Меня тетя привезла из деревни, из Тверской области или из города, уж не знаю, где там, как они. О, даже вторую сливину вижу. Как хорошо иметь фотик с приближением. Короче, главное потом найти эту сливину без фотика. Привезли они с собой сливы и мне угостили. Так раз, то игрушка была от тех же родственников. Вполне себе вкусная слива. Вот у нас тут есть сливы. Если долго мучится, что-нибудь поймается. На самом деле, я и так опускала, и всяк опускала, прыгала, подвисала, и все-таки я ее сняла. Вот у нас сливка. Крепенькая немножко. Вот она. А вот эта чистенькая. Короче, те оставшиеся сливы, я надеюсь, птички их не сожрут. А я их, может, через недельку сниму сама. Ну, в смысле, до этого-то я была когда выставляла в этой шапке своей пчеловодной. Ну, не совсем моей. Не знаю. Не умею я снимать это. На монтаже узнаю, видно тут или нет. Даже без монтажа. Сейчас глянула на фотки, так и видно. Я кажется, даже у меня получилось нормально взять фотик. Окрестности покажем. Фон мой. Рисковый человек, Юля. Третьяружат. Короче, дождусь я своего времени. Минут через сорок приду и сниму их. Беру в этот ящик. Может, сейчас даже приближусь. Но все-таки они там есть. Хоть и тише, чем в прошлый раз. Да, я приблизила камеру. Точнее, приблизила не только камеру, еще этот. Как он там? Короче, ну вы поняли. Если не поняли, то как-нибудь потом объясню. Ой, вспомнила одна знакомая стабильно, очень быстро о чем-то трендычала на тему какой-нибудь такой штуки, в которой я не бельмеса. А потом всегда в конце говорила, не знаю, наверное, как закончить. Ну ты поняла. Ну понятно. А я даже не то, чтобы понятна, я не понимала, о чем она говорит, а спросить уже как-то и не знаешь как, потому что даже не знаешь, ой, пчела совсем близко подлетела. Даже не знаешь, как пчела подлетела, где у меня как раз рука после этого дрогнула немножко. И если не знаешь, о чем человек говорит, то как-то сложно даже спрашивать. После особо того, как тебе сказали, ну понятно, ну ты поняла. И я просто кивала. Надеюсь, что меня не спросят, что конкретно я подела. Меня, конечно, не спрашивали. Я думаю, мое мнение просто было не ваше. Важно было просто выговориться или как-то так. Вот наша десяти семейная пасека. где один улей спрятался, его вот с этого ракурса не видно. Но если не знать, что он там, то не видно. Хотя если приблизить, вот возможно его будет видно через куст. Вот у нас малева даже здесь выросла. Плодите множество малева. Не совсем так передается вид сейчас. Может быть надо другую настройку видео. Может просто не с той стороны цвета стою. Более как-то розово. да, там наверно фоном коров слышно. Сразу у нас тверское по ходу дела. Слива вид с другой стороны. Там вообще должны быть у нас орешники. Но что-то с той стороны, когда сегодня утром мусор выкидывала, мне попадались исключительно такие сережки орешниковые. Не знаю, мальчики с сережками это или девочки. Орехов я не видела. один-единственный раз орех попался мне в этот раз, когда я помойку выкидывала. но не то, что на машине пола как бы нет, но то место, где ноги в переднем сидении находятся. Я лежала на полу, сказали выкинуть одну пучку, может птички сожрут какие. Склюют. Ножи засохло, его собирались спилить, но думаю спилить на следующем году. Вот тут молодые ветки пошли, яблоня. На это яблоня так что-то и не плодоносит в отличие от сливы. Как-то слива я не видела. Ну вот кстати яблоко с моей яблонью у окна. Утром вчера хотела зайти после беготней за справками квартирными. Но так устала, что отрубилась где-то на час. Короче а потом уже оказалось что надо ехать в деревню. Яблоки короче по вкусу яблоко было как дюшес. Карамель дюшес вообще очень вкусная. Приеду когда если там еще что-то осталось а на полу потому что тут лазали как-то мужики так поняла что через два этажа кто-то ключ забыл и лестницу ставили как раз у моего окна напротив через эту как раз яблоню. Но у меня такое ощущение было что их кто-то уже снял. потому что яблок уже не было вряд ли они сами упали. А я хотела сама их снять. Но я надеюсь что там все-таки где ничего не сохранилось когда я приеду. Хотя бы на полу будет яблочко ну в смысле на земле. Прошли какие-то люди.